В эфире большая студия ОТВ и сегодня у нас в гостях человек, который отвечает за дороги региона. Большой студии ОТВ исполняющая обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. У нас люди всегда недовольны дорогами. На самом деле есть к чему стремиться. Можете простым языком? Простым языком. То есть дорога должна быть ровной, без ям, без выбоин. А вы сами за рулем часто ездите? Ну, в рабочие дни, конечно, нет. Были претензии по уборке дорог? Поймали ледяную корку. Поймали. Просыпали и ждем. Просыпали и ждем. Нам нужно рассыпать и сразу убрать. Сразу убрать. Алексей Сергеевич, во-первых, поздравляю вас с назначением. На мой субъективный взгляд, ваша должность довольно очень непроста. Я довольно давно работаю журналистом и понимаю, что какая бы команда ни была у власти, у нас люди всегда недовольны дорогами. Всегда есть негатив, что бы власть ни делала. Скажите, пожалуйста, как это вы намерены работать с этим негативом? И есть ли задача как-то искоренить этот многолетний негатив по поводу качества южноуральских дорог? Конечно. Негатив он всегда есть. И этот негатив, он прежде всего попадает в нашу обработку, в нашу информационную базу и базу планирования, в том числе ремонтов автомобильных дорог. Если говорить про сеть региональных дорог, это 8782 километра сети, то есть практически 8 тысяч километров. Наша задача по данной сети, во-первых, это нашу опорную сеть, которую мы определили в 2015 году, с момента создания нашего министерства, министерства дорожного хозяйства и транспорта, Челябинской области, привести в нормативное состояние. Это порядка 3700 километров. Это сеть, которая соединяет все муниципальные образования нашей области, а также выходит на границы территории сопредельного государства, а также территории субъектов, которые граничат с нашей Челябинской областью. То есть я правильно понимаю, именно на эти дороги больше всего жалоб? Однозначно, конечно, это первый блок вопросов, который поступает к нам, в наше министерство, вообще в общественности, на что жалуются. Это основная сеть, по которой люди ежедневно проводят большую часть времени, передвигаясь от одного административного центра в другой. Это первый блок. Второй блок – это все-таки сельские территории, которые тоже берутся в основу нашей программы, нашей задачи по реализации доведения автомобильных дорог до нормативного состояния. А скажите, а вы сами за рулем часто ездите? Ну, в рабочие дни, конечно, нет. В основном передвигаясь на служебном автотранспорте, с водителем. А в выходные однозначно я пользуюсь машиной и езжу в основном даже не по федеральным дорогам. А для меня это задача пройти по областным дорогам, таким, скажем, как альтернативным дорогам, чтобы добраться до населенного пункта. Это очень важно для меня, чтобы почувствовать самому, что нужно там делать и какие меры припринимать. Алексей Сергеевич, вы как автомобилист, как оцениваете качество наших южноуральских дорог? На сегодняшний день нормативное состояние у нас 52,5%. Это что значит? Ну, то есть половина дорог из 8 тысяч километров соответствует нормативному состоянию. То есть то покрытие, та обочина. Вы сейчас как чиновник раздражаете, как автомобилист. Я хочу сказать, что 50% автомобильной дороги без ям, без колеи, без каких-то там дефектов. На самом деле может быть дорога одна, да, на участке может быть несколько таких проблемных точек. То есть если участок 50 километров дороги, то может быть там половина, она будет в проезжем нормативном состоянии, ровная. Вот. А половина может быть вот с такими дефектами. То есть на самом деле есть к чему стремиться. Задача основная наша, и в том числе нашего министерства, и правительства Российской Федерации, правительства Челябинской области, это доведение автомобильных дорог до нормативного состояния, подчеркну, там, Челябинской и Магнитогорской агломерации в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги к 2024 году до 85%. Это вот самая главная задача. То есть 85% должно быть норматива. То есть это основная сеть, которая у нас попадает в эти... Ну вот сейчас большая часть наших зрителей не поняли, что значит нормативное состояние. Можете простым языком... Простым языком. То есть дорога должна быть, грубо говоря, там, ровной, без ям, без, там, выбоин. Не должна содержать колеи, должна быть разметка, должны быть все знаки, которые необходимы. Ну вот это простые вещи. То есть не должно быть дефектов на автомобильной дороге. Это вот как бы простая истина на самом деле. Ну, судя по вашей официальной биографии, вы сами очень довольно долгое время работали в дорожном строительстве. Начинали даже от рабочего дорожного, если я не ошибаюсь. Поэтому проблемы в строительстве дорог наверняка знаете изнутри. Вот на ваш личный взгляд, какие у нас сейчас главные проблемы в дорожном строительстве? Ну, мы, наверное, упустим вопрос недофинансирования дорожной отрасли. Потому что до этого эта проблема была, да, и насколько она серьезна, мы вот видим состоянием сети. Есть проблематика в части перевозок, да, в части большегрузного транспорта, которые также там, скажем, давят на наши дороги. По сути, портят наши дороги, да? По сути, портят наши дороги. Но если вспомнить там 90-е, начало 2000-х годов, то Челябинская область там в лидерах была. То есть в десятку лучших дорог Российской Федерации входила. В 90-е годы? Да, в 90-е, где-то середина 90-х годов была программа асфальтизации. То есть были дороги, фактически, закрыты черным покрытием. И из песчано-щебеночной смеси, из щебеночной смеси они превратились в черные. И вот эта вот ситуация, вот в тот момент, да, она, ну, конечно, преподнесла нам такой большой процент качественных автомобильных дорог. На сегодняшний день те финансы, которые у нас существуют, их, ну, конечно, недостаточно. Но надо расценивать и квалификацию дорожно-строительных организаций, которые существуют. Понятно, денег можно влить много, но их же, главное, освоить необходимо. А их необходимо правильно распланировать, и все объекты должны быть построены. А в течение такого короткого периода, как апрель-октябрь месяц Челябинской области, очень тяжело это сделать. На самом деле цель простая сейчас. То есть программа у нас разработана до 2024 года. Решение принято, и те финансовые потоки, которые у нас в настоящий момент сформированы, они очень большие. Там чуть ли не в 50% у нас увеличено по сравнению с предыдущими годами дорожный фонд. То есть 20 миллиардов дорожный фонд. Но он еще и будет расти, насколько я понимаю. Но на сегодняшний день, я думаю, что этого уже достаточно. То есть мы можем получить дополнительные деньги, которые придут с федеральных средств, на межбюджетные трансферы, субсидии на те программы, которые мы заявляемся. Но тот дорожный фонд, который сейчас в Челябинской области сформирован, он для старта, так скажем, достаточен. Больше нельзя. Процесс неосвоения может быть. Это вот самое главное. То есть квалификация кадров, квалификация дорожно-строительных организаций, монополизация рынка. Это для нас вот такие проблемные вопросы, когда подрядчики должны быть с той квалификацией, которая позволит эти средства освоить правильно и верно. Ну вот по поводу как раз-таки квалификации подрядчика, сотрудников, работников дорог. Вот у нас, наверное, каждую осень, каждую весну в социальных сетях у нас появляются ролики, когда дорожные рабочие кладут асфальт во время дождя. Сегодня у нас на улице Румянцево вот буквально только что появился видеоролик, что во время, после снегопада у нас дорожные работники кладут асфальт. Это нормально? Это нарушение технологии? Считается ли это вообще нарушением технологии? Почему так происходит каждый год, каждую весну и каждую осень традиционно просто? Ну вот в нашей Челябинской области климат достаточно такой, он понятный для нас. И, как всегда, зима приходит неожиданно. Если судить по летнему периоду, это 14 апреля и 25 октября. Конечно же, подрядные организации, я вот и говорю, что квалификация очень слабая, не успевают за окончанием строительного сезона, конечно же, нельзя укладывать асфальт и бетон в дождливую погоду, на сырое покрытие. А в снег? Конечно, нет. То есть это запрещено. Значит, покрытие должно быть сухим. Это однозначно, сухим, покрытие должно быть подготовлено, должно быть произведен розлив битумной эмульсии. И только после этого должна производиться укладка. Насколько я знаю, вот сейчас на улице горького окончания работ идет, сегодня мы видим температуру с плюсом, то есть главное, чтобы покрытие было сухое. Это самое главное на сегодняшний день. То есть работы проводить можно в текущий момент, я думаю, до конца этой недели оно продолжится. Это такая плюсовая температура, которая позволит нам, городу Челябинску, доделать свои дорожные работы. Надеюсь, что мы уйдем от этого, чтобы попадать в какие-то видеоролики, сюжеты такие не очень хорошие, негативные. А министерство каким-то образом может на этот процесс влиять? Ну, в плане качества у нас есть подведомственные учреждения, у нас их два. Челябинск-Автодор и ОГКУ ЮЦДИ, Южноуральский центр дорожных исследований и испытаний, которые проводят вот эту независимую такую, скажем, оценку. Ну, грубо говоря, приемку дорожных работ. Конечно, да. Вот в городе Челябинске с учетом позднего контрактования... Которое в этом году было, да. К сожалению, да, вот здесь такая ситуация произошла. Мы с администрацией города Челябинска на девятый раз только подобрали тот необходимый рецепт, который нужен был при укладке. То есть, щебеночно-мастичный асфальтобетон 16. И вот наши подведы как раз и подбирали рецепты с независимыми лабораториями. То есть, только на девятый раз мы подошли к той нужной рецептуре, которая была необходима. Конечно же, некачественные покрытия, значит, нарушения в процессе укладки, они фиксируются и не принимаются государственными либо муниципальными заказчиками. Ну вот, да, вы как раз упомянули о том, что у губернатора Челябинской области в начале еще сезона строительства дорожных работ были большие претензии по отставанию графика исполнения контрактов. Вот что мы должны сделать сегодня, чтобы в следующем году у нас подобная ситуация не повторилась? Заключить государственные и муниципальные контракты в четвертом квартале текущего года, чтобы в 2020 году иметь подрядные организации, 1 января планировать и начинать работы с учетом наступления положительной температуры. Вот и все, вся задача. Исполнимая задача? Конечно. Немножко сменим тему. Вот новая дорога, да, у нас много поступают жалоб о том, что вот после ремонта или после строительства дорог буквально через пару лет у нас появляются ямы на дорогах. Почему это происходит? Значит, тут дело в технологиях, претензии к подрядчику или к тем, кто проводил приемку дорог? Ну, если судить по уличной дорожной сети города Челябинска, то однозначно есть приказ по установлению гарантийных сроков. Минимальный срок гарантии на верхний слой – это 4 года. Надо отметить, что в городе Челябинске очень много коммуникаций. То есть тут подземных коммуникаций. Подземных коммуникаций, которые принадлежат различным организациям, водоканал, Ростелеком и прочие организации, которые должны обеспечивать и сохранять те подземные коммуникации должным образом. То есть проводить ремонты регламентные. Может быть, любая ситуация, я опять же не исключаю проезд какого-то большегрузного транспорта на участке, который просто не зафиксировал. Заехал какой-то большегруз, раздавил какой-то участок, не зафиксировал. Значит, соответственно, каждый год после прохождения весеннего паводка в мае-июне месяце вот эти вот организации, по крайней мере, у нас в городе Челябинске управление дорожного хозяйства проводят выездные мероприятия с подрядчиком, который выполнял работы. Фиксирует факты вот таких вот нарушений и предъявляет подрядчику задачу, предъявляет претензию, значит, о выполнении проведения вот таких вот точек. Но их немного. На самом деле их немного. Вот почему не появляются? Но вот в городе Челябинске я уже объяснил. А я правильно понимаю, вы говорите про контракты жизненного цикла, да? Гарантия на посылку дорог. По законодательству их сложно притянуть к контракту жизненного цикла. Это уже гарантийный случай, то есть это послегарантийные обязательства, которые берет на себя подрядчик, когда подписывает государственный либо муниципальный контракт. То есть он отремонтировал дорогу и 4 года он за нее отвечает и закрывает ямы из случаев? Да, закрывает ямы, если они появятся. А контракты жизненного цикла у нас они вообще работают? Вот в Челябинской области мы в рамках безопасных и качественных дорог национального проекта показали, как работает контракт жизненного цикла по содержанию. По крайней мере, объяснили. Но его у нас на сегодняшний день приняли. Да, это простая работа, что в рамках содержания возможно не только проведение ямочного ремонта, а возможно еще и укладка, так скажем, слоя износа, либо выравнивающих слоев. То есть, по сути дела, подрядчик укладывает этот слой и на весь срок действия контракта его содержит одновременно. А сколько будет по времени действия? Три года. Три года, да, содержит. Но по законодательству контракт жизненного цикла подразумевает себе это проведение проектно-изыскаческих работ. То есть, должен объект создаться, то есть, должен выполниться пир, это проектно-изыскаческие работы на стройку, либо реконструкцию. Объект должен появиться, и этой же организации должен он потом содержаться. Вот такой контракт жизненного цикла, это понятие официальное. Сейчас на федеральном уровне мы попросили, дали тоже предложение, чтобы он, скажем так, был расширен в рамках ремонта. На госсовете это обсуждалось. Да, в рамках капремонта. Для нас важно, чтобы не только стройка и реконструкция зашла в контракты жизненного цикла, а текущие работы, которые мы проводим. Меня всегда интересовал вопрос, каким образом определяется список дорог для ремонта на будущий год? Учитывается ли при этом во время этой работы мнение жителей Челябинской области? И каким образом житель может сказать о том, что вот мне нужно, чтобы вы починили вот эту дорогу или там другую какую-то дорогу? Ну, если подходить вот опять к официальным источникам, то первое мероприятие это проведение ежегодной диагностики. То есть ежегодная диагностика, специализированная лабораторной машиной, дает конкретный документ, который позволяет оценить, какой вид работ нужен туда и в какую очередь. Это первый момент. Каким образом эта диагностика проходит? Ежегодно определяется перечень дорог, сеть диагностики, которую необходимо продиагностировать. То есть дороги с наихудшим, так скажем, состоянием. Проезжает машина, определяет ряд параметров. Я уже сказал, то есть отсутствие дефектов должно быть, то есть, соответственно, дорога в нормативном состоянии. То есть там колея, ровность, ширина покрытия, наличие знаков, наличие барьерного рождения и прочие-прочие дефекты. Наличие искусственных сооружений, сломанные или не сломанные. Вот, это первый документ. Второй документ, в котором мы работаем, это национальные проекты. То есть реализация их, это указ президента, она бесспорна. То есть это второй документ. Третий документ, это различные федеральные программы, как устойчивое развитие сельских территорий и прочие такие вот федеральные ФЦП. Третье, это поручение президента. Четвертое, это поручение губернатора. Ну, скажу так, что пятое, это уже тот пул обращений, который мы анализируем и принимаем решения с учетом диагностики, какую дорогу в первую очередь поставить в ремонт, либо в реконструкцию. А обращения, это к вам в министерство люди пишут? Или вы как-то мониторите социальные сети? Вот, а мы находимся в социальных сетях. То есть у нас и телеграм-каналы, и инстаграмы, и вконтакты. Люди пишут и нам на сайт, люди пишут и нам в министерство. Но скажу, что их немного, но, наверное, с ОЛГУ, наверное, их на самом деле много. Нам в министерство пишут не только по нашим региональным дорогам, нам пишут и по федеральным дорогам, и по муниципальным дорогам. Но люди не разбираются. Они не разбираются. На самом деле человеку-то ему совершенно неинтересно. Он хочет выйти из дома и почувствовать, что покрытие везде идеальное. Что он безопасно может дойти до остановки, сесть в общественный транспорт, проехать на машине. То есть мы не определяем тот критерий, за что мы отвечаем, по крайней мере, сейчас. Потому что мы, как ГРБС, выделяем субсидии также и муниципальному образованию, в том числе и городу Челябинску, в том числе и городу Магнитогорску и остальным 43-м муниципальным образованием, которые у нас в регионе находятся. По поводу социальных сетей. Вы не планируете создать свою личную страничку, например, в Инстаграм, как у нас Алексей Леонидович сделал, и принимать какие-то жалобы? Вот, я планирую создать. У меня есть страничка, но она такая не очень... Какой социальный сет? В Инстаграме у меня, да. И ВКонтакте есть две социальные странички. Но я планирую ее просто, ну, поактивнее, так скажем, ее вести. Именно с профессиональной точки зрения, да? И к вам туда, в принципе, можно будет писать? Да, можно будет писать. Да, ну а мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь на ОТВ. Ну вот, реклама закончилась. Вы смотрите большую студию на ОТВ. Для тех, кто только что присоединился. Сегодня у нас в гостях Алексей Нечаев, исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Давайте поговорим про уборку дорог. Сейчас тема крайне важна. В октябре у нас выпал первый снег. На дороге вышла, как нам преподносили, вся уборочная техника. Но, к сожалению, жители, губернатор Челябинской области все-таки остались недовольны. Были претензии по уборке дорог. Вот как вы считаете, с чем это связано? Это нехватка уборочной техники? Это неправильное построение ее работы? Вот почему это произошло? Ну, во-первых, нужно подчеркнуть, что вот такие погодно-климатические условия, они начинают на Южном Урале происходить уже нередкость. Да, нередко. У нас раньше как? Минусовая температура, выпадает снег, и подрядчики выходят на работу, очищая покрытие. Здесь такой критический момент, так скажем, переход из дождя в снег и в дождь. Соответственно, поймали ледяную корку. Поймали. Да, действительно, есть у нас государственный контракт, заключенный на три года, с компанией Ойкумена на содержание региональных или межмуниципальных дорог. Сегодня какие-то претензии были к ней? Действительно, да. Вот эта ситуация, мы уже второй раз столкнулись с таким явлением, как ледяной дождь, и поймали лед на части региональных дорог. Мы проанализировали ситуацию. Первое, то, что мы увидели, это, конечно же, нехватка техники, которая у подрядчика существует. Мы об этом и разговаривали с Алексеем Леонидовичем Текстером, он жестко об этом. Мне в том числе сказал, надо признать, что порядка 75% техники существует, но порядка 30% техники не хватает. Это было действительно признано. Той техники, которой не хватает, вот сейчас подрядчик произвел закупку, и техника, насколько я знаю, порядка 25 единиц уже пришла у них. Я думаю, что на этой неделе мы что-то можем показать, что подрядчик начинает прислушиваться к заказчику. Но я все-таки понимаю, что не вся территория Челябинской области может пострадать в таких явлениях, и подрядчик готов перебазировку тоже производить. Тем более, никто не запрещал ему нанимать ту же технику, заключать договора. То есть, вот эту мы историю проговорили. Я думаю, что в следующий такой, скажем, снегопад будут работы выполняться в срок, в регламентный срок. Но надо отдать должное, что дороги все были в проезжем состоянии. Мы об этом всех известили. И в региональной автомобильной дороге, да, были ДТП, даже были там заторовые ситуации кое-где. Но, по крайней мере, подрядчик всем помог, какие-то машины даже вытаскивал. Но движение было рабочее, хоть и снижение было скорости. В одном из интервью как раз нашему журналисту вы говорили о том, что у нас есть задача сегодня заменить тот самый реагент, жидкую соль, на так называемую сухую уборку снега и льда. Вот как вы считаете, в наших климатических условиях это вообще реально? Ну, вот по региональным дорогам там простые вещи применяются. То есть применяется соль, применяется отсев, смешивается отсев с солью в той концентрации в зависимости от температуры. Если минус 15, один концентрат соли там маленький, если минус 30, то больше солью, понятно, чтобы она должна работать. То есть для нас это как бы ситуация понятна, потому что мы находимся за городом, то есть мы этот реагент смешиваем, мы его рассыпаем, потом его очищаем. Он нигде не скапливается, у нас приводковой части нету, она остается у нас в обочинах. Что касаемо города Челябинска, то есть и других городов. И других городов, да, пример приведу, там города Магнитогорска, жесткое решение администрации города, главы города, убирать снег на сухую. Применять противогололедные материалы на точках, ну так скажем, остановках, где-то точках площадок, стоянках таких вот, ну где возможно образование наледи. В городе Челябинске однозначно применение должно быть, однозначно, никак не песко-соляной смеси, а реагент он очень простой. То есть это обыкновенная соль, либо это соль, растворенная в воде, вот так вот русскими словами. Но самое главное, вот то, что мы наблюдали и то, что нам не нравилось, если снег выпадает, то его надо счищать и не допускать вот этот вот накат, который образовывался, счищать на сухую. Если же накат образовывается в местах, да, там, остановок, к примеру, там, или на крутых подъемах, у нас в Челябинске тоже такие есть, то этот реагент надо применять, и есть срок, за который должны следить и заказчики, и подрядчики, когда это покрытие нужно счищать. Потому что реагент начинает работать моментально, а вот эту жижу-то никто не убирает. То есть такая ситуация, такой был подход, то есть рассыпали и ждем, рассыпали и ждем. Нам нужно рассыпать и сразу убрать? Сразу убрать, тогда этого не будет. Но это тоже локальные места, то есть однозначно работать на сухую в городе Челябинске необходимо. По поводу тротуаров, к нам в редакцию постоянно звонят люди с жалобами. Например, сегодня звонили утром, жаловались на гололед возле библиотеки имени Пушкина. То есть мы посмотрели по фотографии, там действительно просто коток. Ну, к сожалению, вот еще вот этот вот месяц, да, и месяц декабря, где действующий контракт с теми заложенными объемами, которые не были учтены просто-напросто в очистку. То есть из декабря все начнет работать, и котка у нас не будет? С 1 января. С 1 января даже. Да, к сожалению, вот только с 1 января вот эта вот новая схема, новая задача, которая поставлена губернатором Челябинской области, ее отработала администрация. Котова Наталья Петровна лично следит за данной ситуацией. И принято решение вот таким образом комплексно подойти к содержанию уличной дорожной сети города Челябинска. То есть пока катаемся. Насколько я знаю, что вы до этого работали в министерстве и возглавляли управление дорожного хозяйства. Сейчас вас назначили министром, пока исполняющим обязанности, но я думаю, что все-таки министром вы рано или поздно станете. Скажите, пожалуйста, вот что изменилось в вашей повседневной работе, и какую задачу первостепенную вы планируете решить, вот в первую очередь? Ну вот для меня, как для исполняющего обязанности министра, и я эту работу начал как начальник управления дорожного хозяйства. Это создание вот на нашей площадке информационной базы, то есть такой электронной базы сети автомобильных дорог. Мы привыкли работать на бумаге. Вот для меня вот задача это цифровизация. То есть все-таки вот 8700 километров – это большой объем работы. Я весь этот километраж перекладываю в электронный документ оборот. Что это означает? То есть буду избавляться от документов, то есть на этой базе появятся все автомобильные дороги регионального значения, появится их длина, появится их категория, появятся участки, когда они ремонтировались. Это опять же для планирования. Появятся те земельные участки, которые нужно выкупить, те земельные участки, от которых необходимо избавиться, там излишние участки. Появятся все объекты придорожного сервиса, дорожные знаки. То есть некий цифровой паспорт, цифровая база, которая позволит нам, нашим кураторам, нам как заказчикам оперативно принимать решения. Это первый такой вот блок. А второй мы на следующий год будем строить лабораторный корпус, лабораторный центр, такой некий центр компетенции, центральную лабораторию, которая будет находиться в отдельном стоящем здании. Вот этот лабораторный корпус, лабораторный центр и позволит нам контролировать и закладывать ту задачу, которую нам поставил Алексей Леонидович по качеству, ну так скажем, в прямом их назначении проверять и не принимать те работы, которые не выполняются, либо выполняются некачественно. То есть вот такая задача у меня в первую очередь стоит. Причем при этом это не касается только нас, это касается всех муниципальных образований. Мы говорим, что муниципальные образования порядка двух миллиардов, не включая город Челябинск, выделяются на следующий год, это в два раза больше, чем было выделено. И за их компетенцией тоже кому-то надо следить. Вот с учетом этого вот такая задача у нас будет на следующий год реализована. Спасибо, Алексей Сергеевич. А я напомню, в гостях большой студии был исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. А мы увидимся уже в следующую среду в 19.45 на телеканале ОТВ.